Зевс, ну ты можешь попробовать? Попробуй. 5 миллионов объявили вроде. Попробуй найди. В принципе, меня найти не сложно. Там они объявили не за мою поимку, они объявили за мою голову 5 миллионов. Поэтому там надо с моей головой прийти, как я понял. Митинг, на котором мы без всякого страха и стыда перед тобой, стеснения, мы говорили все то, что мы хотим. Там был мой младший брат, который высказал все то, что он думает и о тебе, и о твоей этой шайке. Как понять, что ислам истина, как чувствовать Бога? Нужно изучать, нужно интересоваться, нужно искать истину, чтобы ее постичь. Просто так задаваться вопросами и ничего для этого не делать, ты не найдешь так, конечно же, истину. Джахар свято верил в Зикар и думал, что он все делает правильно. Заблуждался, по твоим словам. Какова вероятность того, что как ислам исповедуешь и какому вызываешь ты, не ошибка и заблуждение? Гарантия этому дает книга Аллаха и Сунна Посланника. Там ты найдешь ответы на эти вопросы. То есть гарантии того, что ты исповедуешь правильную религию, ты найдешь именно там. Так как наша религия, это текст и его понимание подвижниками. Обращаешься туда, смотришь, никто не говорит, делай так, как делает Тумсо. Никто этого не говорит. Делай так, как написано в книге Аллаха и в Сунне его посланникам, Ирмам Игла Саин Аллаха, и делай это так, как это понимали и делали сподвижники пророка. Да будь довольними всеми Аллах. Тумсо Презудаев был ли так широко распространен суфизм и Чкери? Да, конечно, был. Тогда он как раз, как раз тогда он и был широко распространен. Сегодня у них гораздо меньше последователей. А тогда, можно сказать, большинство подавляющее нашего народа были суфистами, потому что не было знаний, не было доступа к знаниям. Мы были крайне невежественными людьми на самом деле с точки зрения религии. Я помню то время, когда, допустим, только рухнул Союз, только открылись границы, и какие-то первые чеченцы из Иордании стали приезжать. Первые чеченцы стали ездить в хадж. То есть, вот этот вот первый период. И когда с Эмиратов, например, привозили товар, приезжали из Иордании вот эти чеченцы, и они могли с собой, допустим, привезти какие-нибудь вещи, футболки, носки, на которых бывали этикетки, и что-то было написано на арабском языке. И я помню, как наши старики могли отрезать эти надписи и куда-то в книгу их класть и хранить. Просто этикетка, на которой на арабском написана фирма, размер и так далее. Люди думали, что это нечто что-то святое, просто арабская вязь. Мы были очень невежественными. Поэтому мы здесь не можем людей обвинять в том, почему там они были такими. Да, это было время. Было время, когда Джохар говорил, «Зикар сацмаде!» Типа, не останавливайте Зикар на площади. В общем, у нас уже бомбили республику, город. И Джохар говорил, «Зикар, не останавливайте!» То есть, он думал, что в этом есть что-то святое, что это как-то вот обережет нас. Было такое время. И действительно, этот Зикар не останавливали, там круглосуточно люди совершали этот Зикар на площади. Томсо, твоя точка зрения относительно Саллаха Межиева вызывает сильное обсуждение. Дай свою развернутую оценку относительно Межиева и Тевсиева. Можно ли доверять их религиозным знаниям? Это как бы стёп, или ты серьёзно задаёшь этот вопрос? Если ты серьёзно об этом спрашиваешь, что твоё положение очень опасно, если ты реально задумываешься над тем, можно ли слушать этих людей, то ты очень серьёзно опасен в таком положении. Конечно, нет, этих людей слушать нельзя. Они являются рупорами заблуждения. Они являются голосами шайтана, теми людьми, чьими устами говорит дьявол. Понимаешь, вот? Дьявол говорит их устами, их языками. Это те люди, которые из мимбаров мечетей призывают людей к многобожию и запрещают людям единобожие. Это те люди, которые воюют в прямом смысле, и словом, и делом они воюют с исламом, воюют с мусульманами, воюют с единобожием. Как можно этих людей слушать? Что за кожаный мешочек у чеченцев на шее? У чеченцев на шее нет никаких кожаных мешочков. Как видишь, у меня на шее нет ничего. У моего друга чеченца, когда были пацанами, на шее висел треугольный кожаный мешочек под одеждой и говорил молитва. Но это не только у чеченцев бывает. Это типа талисман, и это является одним из видов многобожия. Это запретные вещи. Как сказал посланник Аллаха, тот, кто повесил на себя талисман, тот верил себя этому талисману. Ты отрицаешь маулит из зикар, считая, что пророк не делал этого, а обычай чеченский поддерживаешь, говоря, что чтили наши предки, как тебя понять, Тумсо. Ты бы это понял, Роберто Бадго, если бы у тебя были какие-нибудь азы знаний в религии, ты бы это понял. Потому что то, что делал пророк, саляму, из числа, точнее того, чего он не делал, из числа зикара и маулида, то, что ты сказал, это обряды поклонения и это айбада. Это одна категория. А то, что относится к обычаям, это быт, бытовая жизнь. Они не соприкасаются. И в шариате есть правило, это тоже, кстати, азы знаний, что в айбаде, в поклонении, запрещено все, на что нет прямой дозволенности. То есть, то, что не разрешено прямым текстом, это все запрещено. А в быту, наоборот, дозволено все, на что нет прямого запрета. Понимаешь? Это ровно противоположные правила друг другу. То есть, в шариате ты не можешь ничего сделать от себя, если на это нет указания. Если это не пришло в Уране или не пришло в Сунни, то ты не можешь ввести от себя в религию какой-то новый обряд. Это запрещено. А в быту ты можешь делать все, что угодно, если на это нет прямого запрета. Понимаешь? Обратное правило. Когда нет противоречия обычая религии, то обычаю отдается предпочтение. Обычай должен соблюдаться. Это правило шариата. Если какое-либо обычаю в каком-то народе, он есть, и он не противоречит шариату, то его обязательно придерживаться этому обычаю. Если бы ты немножко интересовался своей религией, ты бы знал ответ на этот вопрос. Томсо, говорят, народе по неофициальным данным за твою голову 5 миллионов долларов дают. Да, есть такой слушок. Даже информация такая, я бы сказал, это и не слушок. За 5 миллионов тебя быстро найдут. Зевс, ну ты можешь попробовать? Попробуй. 5 миллионов объявили вроде. Попробуй, найди. В принципе, меня найти не сложно. Там они объявили не за мою поимку, они объявили за мою голову 5 миллионов. Поэтому там надо с моей головой прийти, как я понял. Давайте с этого, наверное, и начнем. Я посмотрел это видео обращение Тимура Дугазаева. Час с лишним он разговаривал. И я честно скажу, я посмотрел все от начала и до конца. Час с лишним времени своей жизни я посвятил этому видео, спустил этот час в унитаз. Но Тимур может собой гордиться, хотя бы потому, что я это посмотрел. Час времени из моей жизни ты как бы забрал, Тимур. Можешь этим гордиться. Что я, как я могу это прокомментировать? Я его слушал и удивлялся просто. Очередной раз удивлялся. Тупизне, непробиваемой тупизне человека. Лицемерию, бесстыдству. Как будто бы это я обещал обнародовать свое интервью. Как будто бы это я говорю. Как будто тебя кто-то за язык тянул. Ну, сам человек сказал, я, говорит, обнародую свое интервью. Нет, говорит, в этом никаких проблем. Я ему говорю, хорошо, отлично, я беру на себя перевод этого интервью. То есть, я предлагаю ему как бы встречную услугу от себя. Я беру на себя перевод. То есть, интервью уже было на немецком языке, протокол будет на немецком. Я говорю, я беру на себя перевод на русский язык. На что он мне говорить не надо, он говорит, это не проблема. Я сам, говорит, переведу. Я не тянул за язык этого человека, никто его под пытками не заставлял это говорить. Сам сказал, сам обещнулся, а потом, видите ли, он решил, что это все-таки не мой уровень. То есть, он это не мой уровень, чтобы там какие-то обещания, данные мне выполнять. Что за бред, чувак, что ты несешь? Это если сказал, ответь хотя бы за свои слова. Когда ты это говорил, я прекрасно знал, что ты не ответишь никогда за свои слова. В общем, для меня-то, в принципе, там ничего нового нет. В общем, в итоге, почему-то он решил, что я виноват в том, что он обещал опубликовать свое интервью, и потом это свое обещание не выполнил. Ну, что поделаешь. В целом, сейчас комментировать там каждый тот бред, который он там озвучивал, что он там не причастен к убийству Зелимхана Хангашвили, я его там якобы обвинил. Я очень серьезно и много времени уделяю своей речи, контролю своей речи. И я, конечно, допускаю наверняка ошибки, но в этом случае я ее не допустил. Я не сказал, что ты кого-то убивал. Я лишь сказал, что у меня нет никаких сомнений в том, что вы, кадыровские агенты в Европе, в этих всех преступлениях у вас есть своя роль. И я уверен в этом. Также и по поводу убийства их родственника, асхаба Ахмадова. Там я тоже говорил, что я ничего не утверждаю. Я лишь предположил и сказал, что у меня есть сомнения, меня терзают смутные сомнения, не за это ли он получил орден Кадырова. И у меня они действительно есть, и не только у меня. Поэтому не нужно как бы вешать на меня то, чего я не говорил. Ну и в заключении, как обычно, опять прозвучало, что куда-то опять-таки мы должны приехать, там что-то ему сказать в глаза. Мы вообще никуда ехать не должны. Наш брат и товарищ Мансур Судулаев выступил и сказал тебе, Дугазаев, куда приехать, если ты хочешь, чтобы тебе в лицо что-то сказали. Тебе дали указание, страну, место, куда приехать, и тебе в лицо это скажут. И не думай, что к тебе будут приезжать. У вас с Кадыровым есть такая привычка, что и Кадыров всех зовет в Чечню приехать и там в Чечне с ним разбираться. Там, где у Кадырова есть сила, есть российская армия за спиной, он хочет, чтобы мы туда приезжали и там с ним разговаривали. Также и ты хочешь, чтобы мы приехали к тебе, где ты позвонишь в полицию и скажешь, тут злые ребята приехали меня бить, со мной что-то делать, и у нас будут проблемы с полицией. Я понимаю, чего ты хочешь, но так мы не идиоты, с нами так не работает. Если ты, ты ведь тот человек, который говорит, что перед тобой надо говорить, что ты там не позволишь, тебе сказали, куда приехать. Приедь, и тебе это в лицо скажут, я не сомневаюсь, я тебе обещаю, что там в лицо скажут. И все те сложности в твоей жизни, о которых ты рассказывал, которые тебе пришлось преодолеть, по твоим словам, там с начала двухтысячных годов, после этой встречи ты поймешь, что все то, что было до этого, не было трудностью в твоей жизни. Поэтому поедь и дай людям сказать тебе это в лицо. Я как понял, очень много обиды было в этом твоем видео, ты прям практически, ну прям плакался в нем. Если ты поедешь на встречу, там тебя приласкают, пожалеют, погладят по головке, все будет нормально у тебя. Поедь и дай сказать. А так, на всякий случай, я тебе напоминаю, что 4 сентября в Берлине мы проводили митинг. Митинг, на котором мы без всякого страха и стыда перед тобой, стеснения, мы говорили все то, что мы хотим. Там был мой младший брат, который высказал все то, что он думает и о тебе, и о твоей этой шайке. Поэтому я не знаю, как еще, где тебе еще надо это сказать. Мы должны прийти к тебе домой, у тебя в квартире это сказать что ли?